Всем доброе утро! Марина, махай, привет! Мы идем в курточках в садик, все равно, хоть и солнышко светит, да? Максим, махай, привет! Привет! На всякий случай, потому что дожди каждый день идут. Да, ребята? Ладно, ждем тетя Аню. Всем добрый вечер! Я иду в садик. Представляете, сегодня у меня пришла посылка с Азон. Но я ее даже не получила. А почему? Потому что такое ощущение, что ей футбол гоняли. Из нее все текет. Я там заказывала три Пепси, которые ребята еще не пробовали. Они меня попросили, я им заказала. Но получить мы их не смогли. Видно, что в Москве ее засунули в пакет полиэтиленовый и обмотали своим почтовским московским скотчем, да? И дальше отправили. Хотя они должны были обратно ее отправить оттуда, откуда она шла. Я позвонила в компанию Азону, объяснила всю ситуацию. Они сказали, отказ пишите и отправляйте обратно. Деньги будут возвращены. Там баллами в основном я платила. Вот такие вот дела. Дети расстроились. Дети очень сильно расстроились. Они хотели попробовать эти. У нас таких, потому что не продают. И они хотели их попробовать. Ладно, начинается дождик. Я буду телефон убирать. Дом более подробно вам все расскажу. Ой, ребята, пришли мы с садика. Целый час на остановке простояли из-за дождя. Думали, автобус будет. Автобус ни один, ни второй не пришел. В оконцовке пошли пешком. Анька вообще подруга у меня в одном тоненьком платьице. Ладно, хоть ребята у меня в курточках да что были, так все ноги у всех сырые. Я вся замерзла тоже, вся сырая. Сейчас вот прискакали, все сели чай пить. Всех переоделись и все чай горячий пьем. Вот такая вот у нас погода дурацкая. Полный кошмар. Это вообще ужас. Все люди бегом побежали до дома. Там и бабушка пожилая сидела с внучку. Забирала с садика. Ой, извините. Ай, я не могу никак согреться. Я вся замерзла. Я даже кофту еще не сняла. Вся замерзла. Вообще холодно на улице. Кошмар. Света, там пакет желтый с товаром висит на койке. Дай, пожалуйста, сюда. И две игрушки, которые сегодня Ване пришли. Дай я покажу. Сейчас я вам покажу что-то. То, что у меня сегодня пришло. Да, я шнуровки сначала покажу. Смотрите, сегодня пришла вот такая вот шнуровка и вот такая вот шнуровка. Найди, отдай им. Это я ребятам заказала. Они деревянные пришли. И пришел еще заказ. Сразу говорю, не только мне, еще женщины заказывали у меня. Так, вот такие вот две вышивки пришли. Так, и вот такие вот две вышивки тоже пришли. Они недорогие были, со скидками. Вот вторые, видите, тоже такие же. Дальше пришли пяльцерамки. Так, это размер 20 на 30 на 30 и 20 на 20. Пришли пяльцерамки. Тут их три штуки. Две 20 на 20 и одна 30 на 30. Потом пришли вот такие вот... В серванте иди возьми яблоко. Вот такие вот ножницы 6 штук. Это швейные ножнички. Но в целом ничего. Фу, маслом воняет. Они прям масляные. Еще в масле все их обтирать, не убирать. И пришла вот такая вот пластиковая канва гамма. Большая, классная. Размер у нее 26 на 33. Три штуки пришло. Да, это пластиковая канва. На ней... Это я себе ее заказывала. Я буду на ней вышивать из ушки. Найди подставку где-то на кухне была. Или где подставка была. Кто опять... Я буду на ней вышивать игрушки. Я схемы с интернета скачала и буду вышивать. От фирмы, кстати, Гамма. Такие многие заказывают в других магазинах. Очень дорогие они. А у меня они обошлись, не считая пересылки. Сейчас я вам скажу даже. Канва для вышивания по 69 рублей за одну штуку. А в интернет-магазинах они были по 100 с чем-то рублей. Ой, фу, масляные прям ножнички. 6 штук, все одинаковые, видите. Это у меня просили люди. И мне двое ножницы тоже надо для вышивки. Вот такие вот дела. Вот такой вот у меня был интернет-заказ. Вот такие вот дела. А игрушки деревянные, которые пришли им, набор для... Нет, набор... Шнуровка по 40 рублей 40 копеек. Я поделаю декорство. Тысяча рублей за весь заказ. Доставка плюс еще тут была. Вот такие вот дела. Две пяльцы-рамки я заказывала себе, а одну у меня заказывала женщина. Они очень дешево здесь у меня обошлись. Сейчас я вам скажу даже, почем они. Пяльца-рамка, размер 20 на 20, всего 145 рублей. Вот это вот. А 30 на 30, 320 рублей. Поэтому нормально. Потом соберу... Не, большая. 320. Так. А на зоне они дороже получаются. Но с доставкой получается то же самое с доставкой. Ну просто тут, когда оптом заказываешь, я собираюсь с людьми заказы и сделаю. Икона пришли. Размер... Сейчас я вам скажу, какой у них. 21 на 29. Скажи, как лучше. Вот такие вот красивые. Тут две одинаковые, да. Две таких вот, видите, одинаковых. Они совершенно одинаковые. и две таких вот тоже совершенно одинаковых. Ой, я согреться никак не могу. Короче, вот такой вот был заказ у меня. А с Азона посылку сегодня назад я отправила. Светка сломала себе телефон. То есть твой ведь? Да. Как ты так сломала? Да. Так теперь аккуратней надо. Там ни пленки, ничего нет. Ой, ребята, ладно, буду согреваться. Нет, не надо мне. А потом, когда уже что-то случится, мы поменяем стекло. Просто навсего с того телефона поменяем на эту. А пленка не поможет? Сейчас уже раз она сломала. Вот такие вот, ребята, дела. Погода у нас вообще ужасная. Пишите, какая у вас погода. Если у кого солнышко, подкиньте нам немножко солнышко. Ё-моё. А то мы тут с холоду мерзнем. Вообще кошмар. Как хорошо, что я утром детям куртки одели все. Ой, какая жара. Футболка в садик шли. А я курточки им взяла с собой. По дороге они тоже в кофте шли, а куртки я в руках несла. Как же хорошо, что я куртики с собой таскала. Я как знала, что погода испортится. После обеда уже холода, дожди опять начались, и всё. Ещё и автобусы через раз ходят. Что? Накакал? Ванька, прошла в этом момент. У меня написано 20 минут. Ты подала? Не, не по-какалу. Он просто играет ходит. Курточка твоя? Там холодно на улице, стена. Ладно, ребята, буду чай пить. Вот такой вот сегодня будет мини-влог. Ни о чём, по-русски говоря. Да? Я замёрзла. Ладно, всем пока-пока.